Привет, друзья! Меня зовут Вера, я рассказываю о книгах. Сегодня о новинках моего любимого издательства МИФ. Покажу две классные книги и идеальный подарок семье с детьми на Новый год. Вы же уже готовитесь? Гиппопотомистер – это комикс для детей от 5 лет. Зоопарк, в котором живут главные герои – Красная Панда и Гиппо, перестают посещать люди. Парк разваливается, животные голодные, обессиленные, грязные – настоящая катастрофа. Друзья решают сбежать из зоопарка и устроиться на престижную работу в городе. Для этой затеи нужна хорошая маскировка, поэтому Гиппо превращается в гиппопотомистера – ответственного сотрудника в элегантной шляпе. У Гиппо работа спорится, он отлично справляется с любыми обязанностями – строителей, парикмахера, повара, стоматолога. А вот Красная Панда делает все спустя рукава, поэтому друзей постоянно увольняют. Единственным местом работы, где Красные Панди были рады, был детский сад. Однажды Гиппо решает вернуться в зоопарк и привести его в порядок, ведь теперь он знает, как это сделать, так как освоил много профессий. Ну а Красная Панда тем временем потянул детишек из детского сада, то есть в зоопарке вновь появились посетители. Казалось бы, безобидный детский комикс, но сколько важных тем он затрагивает – вера в себя. Ведь сколько раз у героев не получалось, но они продолжали пробовать, пытались снова и снова, и в итоге победили. Плюс две противоположности. Гиппо – немного неуверенный в своей компетентности, но ответственный, добросовестно выполняющий свою работу. И Панда – абсолютно уверенный в себе, но работающий спустя рукава, делающий все тяп-ляп. Наверняка многие узнают себя и своих коллег. Также история учит относиться к поручениям ответственно. Именно в этом случае все получается. Красной нитью тема дружбы, взаимопомощи, поддержки, терпения и другие аспекты. Отдельно хочу выделить иллюстрации. Они очень яркие, динамичные, где-то ну очень милые, просто идеально дополняют историю. А еще здесь классный юмор. Я уверена, что из этой веселой истории получится отличная экранизация. Пишите в комментариях, что думаете. Как это понимать? Это путеводитель по миру современного искусства для детей и взрослых. Я вообще полагала, что эта книга для меня. Но почитала ее, полистала, изучила. И очевидно, что даже пятилетке уже вполне подойдет. Смотрите. 16 художников со всего мира, которые творили с начала 20 века и до наших дней. И каждая глава начинается с какой-то знаменитой цитаты художника и короткого рассказа о его работах. Внизу три прилагательных, которыми очень обобщенно можно примерно описать его стиль. Мне очень понравился акцент авторов на том, что здесь нет правильных и неправильных ответов. То есть заполнять этот журнал можно так, как хочется. Полная свобода действий, что в принципе необходимо художнику. Текст лаконичный, простой. Основные понятия здесь выделены жирненьким. Но важно и то, что они поясняются. Или в скобочках, или прямо в тексте. И в конце каждого так называемого урока есть творческое задание по мотивам изученного. Часто даже не одно. Я бы сказала, что книга для детей от 7 лет. Но повторюсь, что и в 5. Если ребенок интересуется темой, любит рисовать в разных техниках, или вы заядлые посетители картинных галерей, будет интересно. Взрослым так точно. Я вообще перешла на новый уровень развития благодаря детским книгам. Не избегайте детских книг. Я всегда это говорю. Они сейчас такие классные, что дадут фору даже взрослым книжкам. О заданиях чуть подробнее. Помимо художественных, здесь есть упражнения письменные, серии размышления на тему. Или, например, предлагают окинуть взглядом квартиру и подумать, что можно выставить в галерею и почему. И вот ребенок пишет список. Из художественного интересного предлагается рисование с закрытыми глазами, например. А еще мне понравилась идея игры со словами, когда друзья и члены семьи придумывают животных и действия в разнобой, а ребенок складывает этот каламбур в предложение, в результате чего получаются такие странные, порой дикие комбинации, которые нужно нарисовать. Ну, очень интересно. Мне в детстве таких книг не хватало. И хедлайнер сегодняшнего видео, календарь, который меня очень порадовал и даже удивил. По крайней мере, я не ожидала, что она кажется таким классным. Мир в деталях – это календарь и скалка, включающий в себя 12 картинок и скалок, по одной на месяц. И под каждой картинкой дается список из 25 элементов, которые на этом изображении нужно найти. Стиль иллюстрации мне совсем не близок, но это очень субъективная история. Кому-то они понравятся, кому-то нет. Куда важнее наполнение. Давайте посмотрим на сам месяц. Клетки пестрят интересными фактами, занимательными вопросами, творческими заданиями. Как видите, нет ни одной пустой клетки. То есть, будний день, выходной – всегда есть что-то интересное. Вся информация тематическая, конечно, соответствует месяцу, времени года. Давайте посмотрим на конкретные примеры заданий. Начнем с фактов. На постройку самого большого ледяного отеля, который находится в Швеции и вмещает 100 человек, каждый год уходит более 5000 тонн льда. Во время Великой Отечественной войны метро использовали как бомбоубежище. Фактов, кстати, не очень много. Больше здесь вопросов, например, где и когда можно увидеть северное сияние, при какой температуре воздуха лепится снег, какой из зимних спортов самый быстрый, чем отличается холм от горы, как-то и где придумали зонд. Ну, такого плана, то есть побуждающий ребенка информацию искать. Ну, даже, наверное, не столько ребенка, сколько родителей. И моя любимая категория заданий – что-то посмотреть в интернете. Например, посмотри фотографии зимнего Байкала. Там удивительно прозрачный лед и очень красивые торосы. Посмотри парное фигурное катание, например, выступление Татьяны Волосожар и Михаила Транькова. Или узнай, чем знаменит парк «Зеленое озеро» в Австрии. Узнай, как оформлено стокгольмское метро. То есть задания побуждают ребенка искать интересную информацию, которая расширяет кругозор. Конечно, совсем не обязательно искать эту информацию в интернете. Возможно, с какими-то заданиями помогут справиться книги. Но мне эта тема очень близка, потому что я бы хотела привить ребенку все-таки понимание, что интернет – это в первую очередь безграничные возможности при правильном его использовании, при верном подходе. Что не социальными сетями едиными он жив, не компьютерными играми, но и полезными материалами, которые едва ли можно найти даже в книгах. Например, одни веб-камеры чего стоят. Совсем недавно мы с Темой наблюдали за животными Африки и любовались ночной тайм-скуэр в Нью-Йорке. Это же так здорово, почти перемещаешься в пространстве. Ни одна книга тебе этого не даст. Но это уже совсем другая история. Последний плюс, о котором хочу сказать – это оформление. Клетки каждого дня большие и вместительные. То есть вы с легкостью впишите сюда свои текущие планы на день, какие-то важные события, визиты к врачу, детские секции. То есть календарь при необходимости может стать планером и расписанием занятий. То есть очень удобно, три в одном. Замечательный подарок для творческой семьи, где есть дети. Совсем скоро Новый год. У Мифа часто бывают акции, распродажи. Я от души рекомендую приобрести и порадовать близких. Полезно, необычно и интересно. Ссылки на всякий случай оставлю под видео. На сегодня это все. Спасибо, что нашли время на просмотр этого видео. Подписывайтесь на мои профили в социальных сетях. Все ссылки будут в инфобоксе. В инстаграме, в сторис всегда много видео с наших занятий. И на русском, и на английском, и даже на испанском иногда. Так что добро пожаловать. Берегите себя, свою семью, читайте хорошие книги. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok